Всем привет! Меня зовут Дмитрий Кутный. Я изучаю вегетарианство, сыроедение и фитнес на таком типе питания. Сегодня мы с вами говорим о моносыроедении или о сыроедении в монорежиме. Классная штука для гиперпродвинутых сыроедов. Многие говорят, что вот типа это вообще крайности, зачем это нужно. Но есть и люди, которые активно придерживаются этой системе. И вполне здоровы, и даже здоровы более, чем они могли бы быть. Понимаете, очень важно не сравнивать людей, а вот понять. Только это очень сложно. Понять, каким бы был бы этот человек, если бы он питался по-другому. Это практически невозможно, это только на себе можно увидеть. Каким был бы я, если бы я питался по-другому? Для этого ты должен питаться по-другому в какое-то время. Итак, моносыроедение. Суть заключается в том, что мы не смешиваем. Если мы говорим о вегетарианском моносыроедении, то есть сыроед, вегетарианец в монорежиме, это значит один прием пищи, один фрукт или овощ, да, ну, овощи реже. То есть если обед, мы едим только яблоки. Если это ужин, мы едим только арбузы. Или вообще там один или два раза в день в принципе питаются. Итак, почему так? Все очень просто, друзья мои. Есть продукты, которые смешивать в принципе нельзя. То есть, ну, если вы будете смешивать те же самые орехи с яблоками, то кроме газов и вздутия живота ничего хорошего у вас не будет. Конечно, это лучше, чем картошка с котлетами, да, но... Ну, не знаю, но это надо пробовать. Надо попробовать и вот почувствовать внутри, что у меня сейчас происходит. Не так, что съел и побежал. Только когда ты начнешь чувствовать, что у тебя происходит внутри, тогда сможешь об этом рассуждать нормально. Рассуждать. Итак, нельзя смешивать несовместимые продукты. Об этом вы можете посмотреть. Куча уже информации, роликов. Дальше. Почему происходит так? Потому что один продукт уже готов идти дальше по пищеварительному тракту, а другой еще нет. Другому еще нужно время. И тот продукт, который готов, допустим, если это орехи и яблоки, яблоки быстрее будут готовы идти из желудка дальше в кишечник, смесь орехов их не пускает. Грубо говоря. Яблоки начинают бродить в вашем желудке. Вот вам и газы. Бродить. То есть, ну, можно сказать, выпил. Чуть-чуть. Да. На физиологическом уровне происходит так называемый пищевой ликоцитоз. То есть, те ферменты, которые должны переваривать определенный тип продукта, не справляются. И организм, в общем, вынужден подключать новые ресурсы. Именно поэтому, когда ты питаешься не в монорежиме, после еды тяжело. После еды хочется поспать, после еды хочется там хотя бы прилечь. После обеденный сон так называемый, да? Это интересная штука. Следующий момент. Следующий момент. Смешивая продукты, мы едим больше. Гораздо больше, чем нам нужно. И есть такой продукт, как продукт, даже не назвать продуктом минерал, неорганический. Соль. Когда убираешь соль из своего пищевого рациона, резко начинаешь меньше есть. Просто еда не такая. Ты не обманываешь сам себя. Ты не обманываешь свой организм, непригодный для этого едой. Немножко подтухло. Ну, если мы говорим о тех людях, которые еще кушают мясо. Если мясо немножко подтухло, солькой приправил побольше, хоп-хоп-хоп, пожарил подольше. Во. Но что это за продукт? Это как было тухлое мясо, так и осталось. То есть соль заставила вас, не вас, соль заставила человека съесть тухлое мясо. Что хорошего может быть в тухлом мясе? Ничего. Одни болезнетворные бактерии, трупные яды. И о каком здоровье может идти речь? Я уже, ладно, мясо это, конечно, такая еще та беда. Овощи. Вареные овощи в основном. Крупы. Уберите соль. Конечно, уберите соль, уберите соевый соус, все эти приправы. Не захочется есть эти продукты? Не захочется есть ту же самую пшеницу? У некоторых людей 80% рациона занимает пшеница. Пирожные, булочки и все прочее. Убирайте соль. Бесполезный продукт получается. Обычная клейковина, клей. Ну, о пшенице мы еще поговорим. Еще поговорим. Что еще, ребят? Да, некоторые люди смешиванию продуктов посвящают всю свою жизнь. И есть такая фраза замечательная. Бог создал пищу, а дьявол повара. Или дьявол кулинара. Да. Интересная штука. Интересная штука сыромоноедения. Чтобы понять, нужно только попробовать. Верить никому нельзя. Если видео понравилось, поставь лайк, подпишись на канал. И увидимся в следующих видео. Пока.